Я вам расскажу сейчас самый популярный вопрос. Как ездить по Калифорнии? По Калифорнии правила простые. У вас не должно быть окончания колеса второго на трейлере дальше, чем на 40 фит от Кин Пина. Кин Пин это то, где цепляется трейлер. Да, да. Вот здесь. Вот он Кин Пин. Покажи. Кин Пин, он заходит в фиш-фит. Он находится приблизительно в трех фитах от начала трейлера. Двина всего трейлера 53 фита. 3 фита отнимаем, остается 50 фит. Соответственно, выше. Соответственно, нам нужно получить 10 фит от конца трейлера до начала колеса. Это делается вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Калифорния или Флорида? Значит, разница в том, что во Флориде это 41 фит от Кин Пина до... Вот это вот расстояние, расстояние между осями. От Кин Пина до расстояния между осями должно быть 41 фит и не далее. Это Флорида. А Калифорния у вас должно быть от Кин Пина до центра оси не более 40 фит. От центра оси от Кин Пина не более 40 фит. Как это считается? Посчитаем вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, мы можем... Подойди ближе. Мы можем спокойно вот так вот заезжать в Калифорнию. Давай телефон мне. Заезжаем так в Калифорнию, смотрим, что по дыркам у нас. Мы находимся на последней дырке, потому что этот трейлер называется Utility. На трейлере Wabash немножко другое. Там это третья дырка является последней То есть третья, ну в крайнем случае четвертая дырка И можно заезжать в Калифорнию Не дальше Вы должны быть как бы короче Автопотов началась На планету Земля началась атака автопотов Вот он Оптимус Прайм Который потерпел Какие-то потери в бою С десептиконами Но продолжает бороться Продолжается война автопотов с десептиконами В прошлый раз я показывал А как вам такой драйвер? Звонок боссу с утра Говорит босс я заехал под мост высотой 12.3 Значит Сидел в телефоне Смски писал и не заметил мост Мне что-нибудь за это будет? За то что я трак и трейлер Под мост загнал и поломал Или так разойдемся Я же хороший драйвер На канале какого-то там чувака Появилось какое-то видео В котором он там что-то говорит Про каких-то блогеров И что те блогеры там обманывают А он честный блогер Или что-то такое И вот кто-то написал мне в комментариях Отреагирует на это все Я как бы Как и как это отреагировать? Он честный, мы все обманываем Что можно сказать? Он один хороший, мы все плохие Я не знаю Я из тех каналов, которые я смотрю Про дальнобой Это я смотрю только Борисыча сейчас И потому что Толик отбился совсем от рук Бездельничает Поэтому иногда я смотрел Энтони Поэтому я Блогеров, дальнобойщиков очень много Не знаю, 50, 100 Всех смотреть невозможно Потому что дальнобоем не хватает в жизни За окном Вот пожалуйста Вот Поэтому еще смотреть Это на Ютубе Мне это неинтересно Я уже неоднократно говорил Что мне больше нравится читать книги Мне больше нравится Смотреть фильмы на английском Ты опять Дистанцию не держишь И Поэтому я не хочу даже вникать В то, кто что о ком говорит Кто как Себя там Позиционирует Это дело каждого Очень много Знаете Если Я разговаривал с Борей Буквально пару дней назад И тоже Мы разговаривали За людей Которые пишут Всякие гадости В комментариях И для чего Они это делают И Боря Говорит Я раньше это принимал Близко к сердцу А теперь как бы Я сразу это Близко к сердцу Не принимал Потому что Я понимаю одну вещь Люди Которые пишут гадости Они просто так Самоутверждаются То есть У них в жизни Не все сладкое У них проблемы У них там Жена ушла Или есть Но не дает Дети их не уважают Мужики во дворе Пивом не наливают И эти люди Ищут Где же в этой жизни За счет Кого бы Самоутвердиться То есть Показать Что я тоже Чего-то стою Я тоже Кто-то такой На этой планете То есть Я не мусор Я тоже человек И они начинают Писать всем подряд Пишут Одному Второму Третьему Четвертому Пятому Где-то Кто-то им Как-то отвечает И после этого Их цепляет И они Еще больше Возвышаются На крыльях Этой славы Потому что Нифига себе Мне Борисович Ответил в комментариях Все Это событие Которые он обсуждает Потом у себя Там на заводе С мужиками Там когда они На ларьках стоят И сигарету Одну на четверях Курят И вот у них Такая движуха Поэтому Люди Которые реально Работают Дальнобойщиками Они каналы Практически Не смотрят Те даже Которые смотрят В этом видео Вы увидите Человека Который Допустим Смотрит мой канал Он подошел ко мне То есть Ко мне Ко мне подходят Люди там Здороваются То есть Они адекватные Вот эти все Гадости Которые пишут У всех В комментариях Типа там Тот такой Тот сякой Это люди Неадекватные То есть Это ненормально Писать у незнакомого Человека Вообще Какие-то гадости Тем более У вас В России Есть Ольга Бузова У нее Есть свой канал Да там Можно писать Переписать Там есть с кем Пообщаться Там огромное количество Огромная аудитория Кто поддержит Ваше мнение Огромная аудитория Которая будет Против вас Будут у вас там Ваши сторонники Ваши Противосторонники Поэтому Вот Ребята Которые вы пишете Вот всякие Вы поймите Даже Те которые не пишут О которых У которых в жизни Не сложилось Кто приехал в Америку И у него не получилось Потому что У многих людей Просто здесь не получается В силу лени В силу неудачи В силу своей глупости Человеческой Много разных причин То есть Вы можете утверждаться Я как бы не против Вы все знаете Что я не удаляю Плохие комментарии Под каждым моим видео Есть какие-то Негативные комментарии Которые я не удаляю Я никого не блокирую Потому что я понимаю Что для человека Написать гадость Это попытаться Подпитаться моей энергетикой Дай бог Если вам приносит удовольствие Если вы испытываете счастье От того, что вы пишете гадости Удачи Никого не удаляю Никого не блокирую А касательно того Некоторые расхваливают свою жизнь Некоторые не расхваливают свою жизнь Мне моя жизнь нравится Мне нравится моя жизнь Поэтому я о ней говорю С позитивом На позитивной ноте Человек, которому Его жизнь не нравится Который На постоянной депрессии Ему даже не верится Что у кого-то Кого-то лучше, чем у него И он начинает искать В этом подвох То есть Идет человек У него печально У него все плохо Идет человек навстречу Улыбается Он думает Блин, наверное, я дебил Да нет, не дебил Просто у другого человека Все хорошо А у тебя все плохо Так бывает Поэтому либо нужно что-то делать Чтобы у тебя стало хорошо Либо можно ничего не делать У тебя все останется так же плохо В этом Вы можете Прийти в солнечный день На улицу И сказать Ярко светит солнце Кто-то скажет О, сейчас я обгорю Сейчас я это самое Жарко, вспотею То есть Для кого-то это хорошо Для кого-то это плохо Тут никогда не бывает Одинакового мнения Кто-то что-то как будто бы Не договаривает Кто-то что-то переговаривает Каждый выражает свое Субъективное мнение Но я вам скажу одно Если Есть общественное мнение людей Если мы говорим конкретно За работу дальнобойщика То Почему-то В этой профессии За последний год Зарплаты выросли на 20% На 25% Почему-то Люди с опытом Получают новые траки Кто-то покупает свой трак Кто-то не покупает Но тем не менее В какой отрасли в Америке Зарплаты выросли на 20% Есть хоть одна такая отрасль? Я например не знаю Почему-то люди Которые приезжают сюда Получают CDL Идут работают И худо-бедно Находят хорошую компанию Начинают зарабатывать И остаются в этом бизнесе Сколько людей Ушло Из этого бизнеса Из этой работы Вроде бы как Такая плохая работа Да работа тяжелая Никто не говорит Что она легкая Особенно тяжелая Для людей Которые привыкли Лежать на диване И смотреть телевизор Но почему Все больше и больше людей Осваивают ту специальность И благодаря этой специальности Зарабатывают себе деньги И обеспечивают себя И свою семью Если здесь так плохо Но главное Многих людей интересует Сколько же я зарабатываю И сколько зарабатывают Другие блогеры Поэтому прямо сейчас Я вам открою Все карты Я зарабатываю Очень много Очень Много Она отвечает На вопрос Сколько я получаю За стажировку Юрец Сколько заплатил За стажировку Ноль Ноль? Юрец Заплатил ноль За стажировку Нужно выписать ему Счет Чтобы он оплатил Ее по полу Мы едем в город Шайен Ждат Боемик На градуснике 50 градусов И с утра шел Весь день дождь Что-то такое состояние Как будто осень пришла В конце сентября Юрец Как работа? Отлично Какой? Четвертый день Со мной Да, по-моему Дурят? Пока еще нет Пока не дурят Ха-ха-ха Ой Да Хрустный день В нашей компании Сегодня уволили Одного из лучших драйверов Бывшего студента Алексея Который также является Бывшим Моим студентом Уволили за то, что На протяжении месяца Драйвер так и не смог Привести отметку 400 миль в сутки 350 380 395 миль За 11 часов Больше он не смог Едет человек 2 часа 3 часа стоит Спит Ест Я не знаю, что он делает Месяц он так проработал Не заработал денег Ни для себя Ни для компании К сожалению В первую очередь Уходят лучшие из нас Будем искать Достойную замену Этому Пойцу Также компания Алвилл Понесла потери в лице Моего самого лучшего И моего любимого студента Виталия Паркера Потеря произошла В результате того Что Паркер сказал По снегу Ездить Не буду Ухожу В монастырь Виталик обещал Вернуться в начале апреля Мы все будем за ним скучать Передаем его Пламенный привет Будем Во Флориде В Майами Жди в гости Просто так От нас Ты не избавишься Также сегодня созванивался с Борисовичем Предложил ему записать совместное видео Борисович сказал Что я несерьезный И видео со мной записывать Серьезное не будет На что я ему предложил Записать несерьезное видео Борисович Согласился Вечер натолкнул меня на мысли Обдумать о том Сколько и почему Драйверов ушло из компании За этот год Большинство из них По моему личному анализу А это около Шести человек Ушло по причине Тяжело работать И действительно Работать тяжело Двое перешло На флэтбет Там где работать Не тяжело Действительно Кто работал на флэтбете Зимой Торповал груз Высоту 6 фит Или 8 Знает Как не тяжело Работать На флэтбете Один из драйверов Ушел В нормальную компанию Название нормальной компании До сих пор Не установлено Помню Первого своего студента Саня из Одессы Звоню ему Говорю Вечером буду в Чикаго Чтобы не ехать В Walmart Заскочи пожалуйста Сразу возьми Нам что-то пожрать И я тебя заберу И сразу поедем Саня набрал кучу Всякой еды Помидоры Огурцы И эту кашу овсянки Она до сих пор запечатана Так я ее не распечатал При этом я уже поменял трак Это было уже почти год назад Около 11 месяцев И я скажу так Что в нашей работе Самая стабильная Это вот эта вот каша Более стабильного Ничего нету Меняются дороги Загрузки Разгрузки Аппоинтменты Но каша Несмотря ни на что Остается на меня Уже паркер открыл свой Собственный склад Так вот Пока мы Отдыхаем Человек работает Бежаем справа и слева Вдоль полей По уращиванию катона Из этого катона Потом делают Наши джинсы Для Антона Сейчас Видите Весь катон Собираются вручную Черными братьями До сих пор Потому что В Америке Раньше Они это делали за еду А теперь Им за это платят деньги За которые Они покупают Все ту же самую еду Так вот Такая вот Америка Так Стоим на разгрузке Город Джексон Сиско Да какой город Так Не город Село Село Джексон Миссисипи И ко мне подошел Постучал в дверцу Парень Не к тебе Я к девушке К девушке Подошел Да И говорит Что знакомый трак Компания Известная И спросил А я как раз в спальнике был Я вышел из спальника Оказывается Мы уже почти были знакомы Слава Да Расскажи Расскажи пару слов о себе Сколько лет в Америке С 99 года Да На траке все это время работаешь С 2000 С 2000 на траке Уже 18 лет Да Все время локалом Или нет Начал в компании Транспорт Америка В Миннесоте Два с полной года И потом локалом Локалом больше нравится Да Ну ты семейный Наверное Дети Семейный Денег больше тоже А ты даже больше платишь Стабильнее Да Стабильнее Просто постоянно есть работа Я знаю что я делаю завтра И где я сплю И в какой туалет хожу Это очень важно Очень Но для того чтобы работать И хорошо зарабатывать В такой компании как Сиско Локалом драйвер Нужно Старш хотя бы год Год ты только можешь Сюда устроиться Но чтобы получить Такие условия как у тебя Ну хотя бы 5 лет 5 лет нужно экспириенс Проработать в Сиско И уже за выслугу Ну и за рекомендоваться Тоже естественно То есть без инсидентов Все как порядок Не опаздывать Не брать Сик дэйс Что это такое? Ну больные Больничные Больничные не брать А не любят Американцы когда болеют Не любят То есть ты постоянно Все это время Работаешь Постоянно здоровый Да Да Не разу Штанс лекция Не разу Сам откуда? Ну просто в Америке климат Город Гомель Беларусь Из Беларуси Да Все Значит всем беларусам Беларусским братьям Привет Беларусские Беларусы наши братья Часто ездишь туда Или тут уже Нет Не хочет Не тянет Есть лучшие места В мире Для посещения Я понял Спасибо за то что подошел Спасибо за то что Спасибо что посетили нашу дыру Да За то что поздоровался Приятно когда люди узнают Трак Потом еще и лицо узнают мое И в сумме трак и лицо Уже получается Подходит здорово Смотрите Много полезных вещей умных говорит И много всяких Вот и зло иногда Видео Слава вернулся И он работает на Сиско И перчатки Четыре пары И полотенце Сиско Сиско То есть мы теперь на Сиско Ну я то понимаю Что ему выдают Это все дело Вот Он нам все Это мне подарил Все новое Будем пользоваться Спасибо Так что Кто меня встречает Дарите мне Мне все подряд Дарите мне Паркер мне подарил Значит Где этот мой Нету Он мне подарил Подарочный сертификат На Стейк До 25 долларов Рубист юзды Вообще Встречайте мне Дарите мне Кто узнал Меня на тракстапе Шоколадку Можете мне подарить Кофе Можете Можете мне пару Галлонов дизеля Подарить Я все принимаю Другой драйвер Выезжая с тракстопа Между двух траков Раньше времени Повернул руль И снес Половины морды Соседнему траку Сказал Босс И я не виноват Это он Так криво стал У одного драйвера Было два пикапа Он сделал один Отъехал 300 миль Потом понял Что забыл сделать второй Вернулся за вторым В итоге Экстра 600 миль Разные драйвера Вот Плохая компания Работодатель плохой 39-я На Саус Между 90-й и 88-й И почему-то здесь Нарисовалась пробка Как всегда в Америке Ремонтируют Два метра дороги А гараживают 20 миль впереди 20 миль сзади Потому что Пресловутая Сэф Эти так называемые Чтобы Мексикашки Которые там С бутербродом В руках Красит эту Желтую линию Желтыми красками Не дай бог С ними ничего не случилось Я Не до конца Понимаю Эту систему Потому что Действительно Очень такой Трафик серьезный Нарисовывается В тех местах Где Не должно было бы Быть Такое активное Движение В силу того Что В Америке Они любят Очень широко Огораживать Все Даже если Четыре полосы Нужно Тротуар Ремонтировать Как он С левой стороны То они еще Две полосы Западывают В ограждение На всякий случай Как бы Не очень удобно Но Слава богу Скоро зима И все ремонтные Работы заканчиваются И уже будет Немного проще Едет Да ребята Каждый Находит Контент Который Согласно Его потребностям Его интересам Его умственного развития То есть Каждый человек Находит то Что ему нужно Я не смотрю Каналы про ядерную физику Потому что Мне это не интересно Я не смотрю Каналы всяких дебилов Которые несут чушь Потому что Мне это тоже не интересно Поэтому Каждый человек Исходя из Тех подписок Которые у него есть На ютубе Исходя из тех каналов Которые он смотрит Может сделать О себе Определенные выводы Об уровне Своего умственного развития То есть Что вам интересно Посмотрите ваши подписки Если вы смотрите Одного Второго Третьего Четвертого Которые несут чушь И вы их постоянно смотрите То у меня возникает вопрос Абсолютно логичный Такой же Какой должен возникнуть И у вас Не на уровне Этих ли вы людей Которых вы смотрите По своим потребностям Как бы Раз это вам интересно Поэтому Кому что интересно Каждый находит себе сам Каждый канал Поэтому мой канал Является абсолютно На 90% информационным Более того Я вам скажу Что Те люди Которые посмотрели Все видео На моем канале Просто для работы Дальнобойщиком Стажировка 4-5 дней Этого достаточно Для того Чтобы человек Уже выезжал в рейс Потому что Люди Получают Абсолютно всю Теоретическую информацию Которая нужна Трек-драйверу Ну или Большую часть Этой информации Всю информацию Получить естественно Невозможно Тем более Через видео Ютуб Вот Поэтому Канал информационный Он свою роль Выполняет Потому что Я знаю людей Которые смотрят Мое видео И я знаю Что они Избегают Тех ошибок Которых я Избегал В свое время Когда Со мной Они случались Я их Описываю На ютубе Вот Поэтому У кого-то Другие потребности Кто-то ищет Развлекательные каналы Очень много Развлекательных Кто-то ищет Каналы Которые подтверждают Его Какие-то Заблуждения Находят Себе Канал Смотрят Его И сам Купается В этих Заблуждениях И счастлив От этого Просто Не опускайтесь До этого Уровня Просто Знайте Себе Цены Уважайте Сами Себя Самое Самое Главное В этой Жизни Не важно Где вы Живете В Америке В России В Украине В Гондурасе В Бразилии Уважайте Себя Потому что По-другому Только Это путь Для того Чтобы быть Счастливым Счастливым Можно жить В любой Стране Не только В Америке Люди Счастливые Не только В России Люди Счастливые Не только В Африке Люди Счастливые Могут Быть Везде Но Путь К этому Идет Только Через Уважение К самим Себе Поэтому Выкиньте Этот мусор Из своей Головой Выкиньте Этот мусор Из своего Окружения Выкиньте Этот мусор Из своего Телефона Куча классных фильмов в мире классных актеров классных каких-то тренингов классных книг классных спектаклей театры это все доступно интересных людей есть очень много кружков по интересам занимайтесь английским языком занимайтесь хейти на пианино на бальный танцы очень много выкиньте весь этот мусор но неужели вы посмотрите это же какая чушь творится тысячи тысячи людей которые занимаются какой-то фигни вы пишут друг другу какие-то комментарии друг друга подхваливают смотрят какой-то бред абсолютно бред что происходит что-то я проголодался после этого всего как я и говорил пора подкрепиться погода распогодилась немного мы уже 230 миль не доезжает до шайена появилось солнце что не может не радовать заскочу быстренько Walmart на пять минут куплю себе протеиновых батончиков с пониженным сахаром не люблю сахар и вперед